Спасибо тебе, Роблокс, за очень красивую лысую головку, блин! Что это? Почему я лысый, Роблокс? Почему? Ладно, всем здравствуйте, дамы и господа, и гостям окунулся, как всегда, Айрон. И сегодняшний видеоролик, мы будем играть в игру под названием Роблокс в режим корзейшем теком в Роблоксе. Спасибо Роблоксу за очень красивый бакс, то, что у тебя нет волос, надеюсь, его скоро пофиксят, когда-то я не хочу так лысым гонять. Собственно говоря, и тема, в принципе, сегодняшняя у нас видеоролика про яички. Да, как это странно бы не звучало, но в общем, как вы знаете, уже скоро в реал лайф будет у нас Пасха. А Пасха это очень даже интересный праздник, потому что в КДТ у нас появляется Экхант, Экхант ивент. Смотрите, два варика события. Вообще, в реальной жизни, вроде бы, Пасха 16 апреля. Но Фоксы смогут сделать раньше Пасху, как это сделали, например, в Тексибосс. Так что, либо же сделают в эту субботу, восьмого, либо же сделают пятнадцатого. Так что, тут уже... Смотрите, все лысые. Я же говорю, что это баги Роблокса. Даже Опекс лысый. Ладно. Ну, в принципе, наверное, из-за Пасхи такие разработчики Роблокса хотели пошутить над Амми. Ну, собственно говоря, вы видите новый снегпик на своем экране. Да, вы не ослышались. Это Фион. И да, это зайчик Фион. Очень красивый Фион. Прям, не знаю, Фоксу смогу просто поаплодировать за такой офигительный автомобиль у нас, который появится в КДТ. То есть, у нас получается, сколько будет Фионов? Обычный, холынский, гоночный сэперовая Кханта. И зайчик Фион. Гениально. Два Фиона сэкханта. Просто поаплодирую Фокса с офигенной машиной. Прям так держать. В общем, это второй снегпик. Мы видим то, что у него... Ой, ну первый. Мы видим то, что у него усики. У него носик. У него зубки. Лучше бы зубки не добавляли. Наверное, он лучше бы выглядел. Ну, как-то так. Спасибо, Фокс, за реально такие офигенные тачки. И следующая машинка, которая... Ну, 100% Фокс издабайт. И 100% она будет либо же в ивенте Экханте. Либо же будет как лимитка в Экханте. Либо же уже в другом обновлении. Но ее 100% добавим. Потому что игроки КДТ в предложениях у Фокзая там очень много спамят этой машиной. Так что такое было и с Мистраль Бугатти минералочкой, и там с Кёнигсиком СС 058. Так что я считаю, что вот эту вот ламбу, которую вы видите на своем экране, именно ее добавят. Возможно, это будет самая крутая машина за Экхант. Как это было, к примеру, с СТОшкой Ламборгини за первый Экхант. Либо же это будет лимитка в Экханте. Ну, и будет сам ивент Экхант. Блин, сколько я уже сказал? Экхант. Экхант. Господи. Либо же это будет отдельная машина в каком-то другом обновлении. Так что мы это не знаем, нам еще не спойлерили эту машину. Ну, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а с вами был Айрон. И у меня Соголовка Айрон. И всем удачи, и всем пока-пока. И до скорых встреч.